Медленно, но верно. В самое большое село России приходят современные медицины. Центральную районную больницу в Кенель-Черкасах ремонтируют уже не первый год, но не безуспешно. После капитального ремонта открыли еще несколько отделений и получили новое оборудование по программе модернизации. Нина Ванина заметила разницу. Обследование сердечка полностью. Я сердечком приехала сюда. И я уезжаю отсюда. Вот знаете, как будто мне даже не хочется возвращаться. Я в санатории живу. Кормят с душой, а лекарств сколько хочешь, шутят пациенты. О том, что лежат в больнице, а не отдыхают на курорте, можно и забыть ненароком. Елена в свой юбилейный день рождения в больничной палате. Признается, жаль, что так случилось, но настроение все равно праздничное. Больница новая. Приятно, конечно, здесь находиться. Действительно, как девочки сказали, тут и все для нас, для пациентов, и врачи, и все лекарства, и все лечения. Даже санкомната у нас оборудована прям хорошо. Создать для людей, как для пациентов, так и для сотрудников человеческие условия помогла программа модернизации здравоохранения. В прошлом году мы отремонтировали тот корпус, где находится хирургия, терапия. А в этом году ремонтировали корпус, где находится акушерство гинекологии, кардиологии и клинико-диагностической лаборатории. Только в этом году было выделено 17 миллионов только на ремонт. И плюс поставлено оборудование. И мы межмуниципальные центры оснащаем дополнительным диагностическим оборудованием, чтобы они были насыщенными тем оборудованием и могли оказывать помощь тем районам, которые к ним прикреплены. Современная техника для лаборатории, через которую проходит до 500 человек в сутки, необходима. И то, что в городе применяется давно, для села в новинку. Биохимию крови тут уже целых две недели делают на новом аппарате. Гинекология и акушерское отделение тоже соответствуют самым высоким требованиям. Женщин в первую очередь. 17 миллионов – это еще не предел. В районной больнице и без того оснащенной по последнему слову техники скоро появится 16-ти срезовый томограф. По программе модернизации в 2013 году отремонтируют и помещение под него. Нина Ванина, Александр Дудко, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok